Всем привет, меня зовут Арина, и вы на моём канале о моде. И сегодня я бы хотела поднять животрепещущую для себя и, надеюсь, для вас тему. Это модные правила, которые гуляют по интернету, которые можно часто слышать от стилистов, от людей, которые связаны со сферой моды, но которые, по моему мнению, и по мнению некоторых стилистов, за которыми я слежу, уже не работают. Если вы следуете какому-то из этих правил и считали, или до сих пор считаете, что это правило очень важно и ему стоит следовать, надеюсь, что это видео поможет вам немножко поменять своё мнение и, может быть, даст вам немного облегчения. И первое правило касается типов фигур. Определённая одежда идёт определённым типом фигур. Например, если вы перевёрнутый треугольник, то вам нужно носить только широкий низ и только облегающих веш, чтобы скомпенсировать широкие плечи. и сделать бёдра более широкими, тогда вы придёте к определённому стандарту, который ближе похож, я бы сказала, на песочные часы. Но это правило ведёт нас к тому, чтобы мы следовали определённому стандарту 90-60-90, чтобы верх был сбалансирован примерно таким же объёмным низом, и чтобы была узкая талия. Я считаю, в 21 веке уже не должно приходиться говорить о таких вещах, что у всех людей разная фигура, что мы не должны следовать правилам конвенциональной красоты. Но почему-то от стилистов и от других людей до сих пор можно слышать, что нет, этот топ идёт только худым девушкам, или девушки плюс саз должны носить монохром, чтобы скрыть, чтобы сделать единую какую-то линию, чтобы вытянуть силуэт. Зачем его вытягивать, если можно его показать? Я думаю, основная проблема этого правила в том, что у многих людей до сих пор сидят комплексы, как они должны выглядеть, какая должна быть у них фигура. И если от этих комплексов избавиться, если их проработать, то можно просто принять себя и полюбить свою фигуру такая, какая она есть. И тогда вам не придётся подчёркивать талию, вам не придётся делать сплошную линию, если у вас нет этой сплошной линии, и тогда вам будет носить одежду куда проще. Сейчас в интернете можно найти большое множество моделей, актрис и просто инфлюенсеров, которые показывают, что с плюс сайз можно носить абсолютно любую одежду. И с разным типом фигур можно носить абсолютно любую одежду. Вспомните героиню Эйфории, если я не ошибаюсь, её зовут Кэт, которая в начале из скромной школьницы превращается в такую типа дерзкую БДСМщицу и начинает носить мини-юбки, корсеты, облегающие топы, прозрачные колготки. И всё это выглядит офигенно, потому что важно не то, с какой комплексой человек носит эту одежду, а важно то, как он в ней себя чувствует. И если девушка с большим размером наденет мини-юбку, катастрофы не случится. Случится то, что она будет чувствовать себя классно, она наденет то, что она хочет надеть, и то, что, скорее всего, ей многие запрещали, или, по крайней мере, говорили, что, извините, но по правилам моды плюс сайз носить должен только что-то балахонистое и максимум, там, облегающее в талии, чтобы её подчеркнуть. Нужно носить то, что вам нравится, и то, в чём вы чувствуете себя комфортно. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, напишите в комментариях, но я считаю, что люди должны самовыражаться с любым типом фигуры, то, как они хотят. И мода меняется, и вы, кстати, никогда не узнаете, какая будет следующая фигура в моде. Например, в 90-е с его героиновым шиком никто, я думаю, не предполагал, что через 20 лет станет популярна Ким Кардашкин с её формами, и, я думаю, тогда это считалось чем-то воу, недопустимым, и, может быть, даже некрасивым. Потом стандарты красоты поменялись. Сейчас они меняются снова, и, кто знает, может быть, через 30 лет именно ваш тип фигуры станет популярен. Поэтому не стоит обращать на какие-то модные правила и модные постулаты, а просто носить то, что вам нравится. Следующее правило тесно связано с предыдущим, и оно звучит так, что женщины с определенного возраста должны ограничивать себя в каких-то нарядах и отказываться от каких-либо вещей. Давайте я вас веду немного в исторический экскурс и расскажу, откуда вообще появилось такое, что мода стала ориентироваться больше на молодых. А произошло это в 60-х примерно годах прошлого столетия. Да, до этого времени мода ориентировалась больше на старшее поколение, потому что оно имело больше денег, больше достаток, соответственно, могло себе позволить покупать классную дизайнерскую одежду. Вспомните костюмы 40-х, 50-х годов. Они были больше ориентированы на женщин среднего возраста и не на молодежь. А о молодежи, как о потребителях одежды, как о главных покупателях, заговорили только в 60-х годах, когда пришла субкультура мод. И в то время, когда начали появляться различные субкультуры, среди них мод, скинхеды, рокеры, далее хиппи и все дальше культуры, которые вы знаете, мода стала ориентироваться больше на молодежь, потому что они поняли, что молодежь более гибкая, и они быстрее реагируют на меняющиеся тренды, им легче продать какой-то товар, они более внушаемы, и если появляется какой-то тренд, они его быстро подхватят, следующий, следующий и будут больше покупать. В то время, как люди, которым, например, лет 50, их сложно переубедить, они, скорее всего, будут носить то, что носили раньше, то, что носили их родители и прочее. Поэтому мода немножко переключилась, и потом с помощью маркетологов полностью вся мода стала направляться на молодежь, стали подбираться модели более молодые, более конвенциональные, и пошло-поехало, запустился этот механизм. Мне нравится, что сейчас идет такое время, когда мы начинаем обращать на женщин, скажем, старшего возраста, начинаем обращать на их проблемы. Вспомним новый сезон And Just Like That, где поднимаются вопросы уже повзрослевших Кэрри и ее подруг. Мне нравится, что в этом сериале как раз-таки героини не потеряли своего шика, своего стиля, не перестали одеваться так, как они одевались в 30 лет в сериале, и я считаю, что люди с возрастом не должны переставать одеваться так, как они одевались в 20 лет. сейчас вы можете со мной по спорте сказать, о господи, я не могу смотреть на женщин в 70 лет, которые одеваются как в 15, в каких-то мини-юбках и прочее. Но послушайте, здесь речь идет, мне кажется, о плохом вкусе. Когда мы видим странно одетую женщину в возрасте и выглядит это как-то несуразно и странно, скорее всего, здесь проблема в том, как она сочетает вещи, какие она выбирает вещи, скорее всего, эти вещи неактуальны, и такой костюм будет смотреться стрёмно даже на 15-летней девочке. Поэтому здесь вопрос не в этом. Я приложу фотографии инфлюенсеров, которые доказывают, что в любом возрасте можно одеваться в любую одежду и выглядеть классно, если вы умеете правильно работать с вещами, если у вас есть вкус, или вы работаете со стилистом, который вам классно это подберет, и совсем не обязательно одеваться во всё серое, во всё длинное, во всё закрытое и прочее. Пожалуйста, носите мини-юбки, но просто классно, актуально их стилизуйте. Я рада, что сейчас мода движется в том направлении, чтобы снова обращать внимание на людей старшего возраста. Не знаю, насколько с благими и намерениями они это делают, но, по крайней мере, они привлекают женщин старшего возраста в какие-то бьюти-кампейны, приглашают на показы, что очень классно. Показы становятся более инклюзивными, и я очень надеюсь, что такая тенденция сохранится. Я предлагаю начать менять моду и с нас тоже, и перестать следовать этим ограничивающим модным правилам, отказаться от этого в своей голове, проработать какие-то моменты, может быть, психологом, и тогда мода станет намного приятнее, намного практичнее, и ее станет интересно изучать, носить и примерять на себя что-то новое. Следующее модное правило, от которого я бы отказалась, это правило о цветотипах. Да-да, до сих пор в инстаграме есть те стилисты, которые пишут разберу ваши цветотипы, подберу вам одежду по вашему цветотипу. Если вы зима, это точно для вас. Но я призываю посмотреть на вещи более трезво. В людях перемешано много раз, много национальностей, и мы сложнее, чем деление на 4 сезона. Да, это было просто придумать 4 сезона и впихивать их в каждое видео, в каждый какой-нибудь гайд или еще что-то, продавать это, объяснять людям, какую одежду им легко подобрать, потому что есть определенные правила, которым легко следовать. Но в реальной жизни это так не работает. И чтобы разубедиться, начните следить за новыми коллекциями, показами от различных брендов. Как минимум в сезоне 2023 года вы увидите, что на подиуме появляется очень много разных моделей с разными светотипами. И они носят разную одежду, разных цветов. И там нет правила, что блондинки с голубыми глазами носят только пастельные цвета и приглушенные оттенки. А зима или яркая осень носит бордовые и какие-нибудь каштановые. Просто посмотрите на подиум и вы увидите, что там правила от светотипирования не работают. И дизайнеры надевают на разных моделей совершенно неожиданную одежду. И то, что вам казалось каким-то правилом, на подиумах совершенно рушится. Хотя вы можете посмотреть там. Я уже не говорю об инфлюенсерах и блогерах, которые вы можете найти в социальных сетях и посмотреть, как оливаются они. Если вы боитесь внедрять непривычный вам цвет и вам кажется, что у вас неконтрастная внешность и вам идут предположим оливковые цвета, бежевые и прочее, но хотите попробовать фуксию, попробуйте ее добавить как можно дальше от лица. Потому что когда мы разговариваем с людьми, в первую очередь они обращают на зону портретную у лица. И чем дальше этот яркий цвет будет от лица, тем меньше на него будет внимания, а значит тем комфортнее вы будете себя чувствовать и поймете, что этот цвет вам идет, его можно носить, он классно сочетается с вашим гардеробом, с вашим стилем, с вашим настроением, но просто вам будет комфортнее. И потом, чем выше вы ее будете поднимать, например, от обуви, потом брюки, потом ремень, потом топ, вы поймете, что этот цвет вам идет, он классный. Следующее правило довольно спорное и касается оно того, что нельзя сочетать в одном образе холодные и теплые оттенки. Но, если мы посмотрим на природу и окружающий мир, мы увидим, как в нем много сочетаний холодных и теплых оттенков. К тому же часто мы сами не понимаем, что мы неправильно определяем теплые холодные оттенки. Думаю, правильно, четко определить это могут только профессиональные колористы или художники. Часто мы своим бытовым глазом не можем это правильно определить, а, соответственно, есть высокий риск допустить ошибку. И я думаю, часто те, кто следует этому правилу, сами эту же ошибку и допускают, просто этого не замечают. Тогда смысл следовать этому правилу? Чтобы избавиться от стереотипов, опять же, советую посмотреть различные картинки. Зайдите на Pinterest и посмотрите различные картинки с пейзажами или картин знаменитых художников, и вы увидите, что там сочетаются совершенно разные оттенки. Я думаю, многие люди так строго относятся к цветовым сочетаниям, потому что не имеют насмотренности. Если посмотреть последние показы, можно заметить, что там ломаются шаблоны по поводу цветовых сочетаний вовсе. Например, как можно сочетать пастельные и неоновые оттенки? Я думаю, что если привыкнуть к таким сочетаниям, вам станет легче внедрять их в свой гардероб, и они уже не будут казаться такими странными или неправильными. Единственное сочетание теплого и холодного оттенка, к которому я не могу сама привыкнуть, это белый и молочный. Молочный это более теплый оттенок белого, белый, если мы сравниваем его с молочным, то он все-таки более холодный. Чтобы вашему глазу было комфортнее, эти оттенки можно просто разводить и разбавлять их другими цветами. Например, надевать белый шарф, бежевые брюки, а между ними что-то серое, черное, коричневое или любые другие цвета. И тогда эти оттенки уже не будут так сильно контрастировать. И последнее правило, о котором я бы хотела с вами поговорить, это правило о том, что в одном образе не должно сочетаться более трех цветов. Если вы не знали это правило, просто выключитесь на видео и даже не думайте об этом правиле. Но, если вы о нем слышали, как и я, советую посмотреть и подумать на этот счет. Я думаю, это правило зарождалось именно в тот момент, когда в общем котле появлялись все эти правила о цветотипах, типах фигур и так далее. Но сейчас времена изменились и после тренда на яркие цвета лета 2022 года, когда мы все повсеместно носили розовые рубашки, зеленые свитшоты, фиолетовые куртки, сумки и так далее, это правило полностью изменилось. Все убедились, что оно не так актуально. Чем это правило может навредить вашему образу? Например, вы используете три цвета в свитере, в джинсах и в обуви. По сути, вы не можете ввести другой цвет и чтобы надеть шапку, шарф и перчатки, вы выбираете их в одном оттенке. Например, все красное. Это выглядит очень натужно. Ваш образ сразу же выглядит так, как будто вы очень старались и перестарались. Чтобы образ был более расслабленным, добавляйте еще больше цветов. Не бойтесь их сочетать между собой. Да, много цветов бывает сочетать сложно и непривычно, но нужно учиться или обращаться к стилистам, например, которые умеют и которые сами не закомплексованы с разными модными правилами. Если вам какие-то цвета сочетать сложно, вы не понимаете, мэтчатся они между собой или нет, попробуйте использовать цветовой круг. Цветовым кругом пользоваться достаточно легко и вы хотя бы начнете понимать, какие оттенки точно, 100% между собой сочетаются. А дальше с помощью насмотренности, с помощью различных референсов, которые вы можете находить в Пинтересте, вы будете уже сразу же понимать, какие цвета классно смотрятся друг с другом, а какие не очень. Надеюсь, я была достаточно убедительна для вас в этом видео. Если нет, напишите в комментариях и если да, тоже напишите в комментариях. Надеюсь, что для кого-то упала гора с плеч и теперь вы будете более свободно выбирать себе одежду, будете более комфортно и радостно подходить к шоппингу и я желаю вам всегда делать и одеваться то, что вы хотите и то, как вы хотите и желаю бесконечного вдохновения. Не забудьте подписаться на канал, заглядывайте в раздел шорс, там много интересных видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok